Как выглядит цифровая библиотека? Как цифра помогает приблизить долгожданную встречу с книгой? Обо всём в этом выпуске программы «Цифровой Казахстан». Старинные рукописи, манускрипты. Одно только упоминание о них уносит услышавшего в волшебный неизведанный мир. Перед глазами так и встают сокровища, загадочные истории, прошлое, тайны которого ещё до конца не раскрыты. Изучение того, что было, во многом помогает избежать ошибок в настоящем. Мудрецы из прошлого оставили потомкам множество по-настоящему ценных сведений, умелое использование которых способно принести пользу не одной сотне тысяч наших с вами современников. Записанные на бумаге или другом носителе они дожили и до наших дней. Рукописи не горят, но повредить их способно беспощадное время. Безжалостно и беспристрастно оно уничтожает цивилизации и всяческие свидетельства о них. Сохранить великое наследие помогают архивариусы современности. И если раньше увидеть шедевры, созданные, к примеру, Альфа-Раби или другими мудрецами древности, могли лишь единиться, то теперь приобщиться к великому дано каждому желающему с этим великим ознакомиться. В век высоких технологий старинные манускрипты оживают в цифровом формате. Один из тех, кто помогает это сделать, Нуржан Жилдебалинов, библиотекарь, маркетолог по информационным системам. Один из самых молодых IT-специалистов, принимавших участие в разработке Казахстанской национальной электронной библиотеки. Сегодня мы цифруем весь казахстанский контент, фонд. Не только книги, мы цифруем и журналы, и статьи, и газеты, и периодические издания, и авторефераты. В 2007 году самый актуальный формат – это был формат PDF. Мы сейчас дополнительно также подключили еще один формат – это формат EPUB. То есть какие возможности формате EPUB, чем, например, PDF. PDF он в виде как картины. То есть мы можем только его увеличить, например, он не адаптируется на каждый смартфон. А формат EPUB, он полностью может адаптироваться на любой смартфон. И то, что удобно, можно, например, менять контрасты и читать, например, и ночью, и днем, чтобы не было освещения таким ярким. Электронных читальных залов в стране все больше. И вот историку из Уральска уже не нужно ехать в Мангыстау за тем или иным раритетом. Издания становятся доступнее. А благодаря цифровизации книги, хранящиеся в казахстанских архивах, становятся ближе читателю любого уголка мира. Мы сейчас еще дополнительно хотим наблюдать по Казахстану единственный читательский билет, электронный читательский билет. Какие дают возможности. То есть, где бы ты ни находился, в другом городе, городской библиотеке, национальной библиотеке, возможно, мы тоже будем интеграцию с возрастными библиотеками, чтобы был у читателя единый читательский билет. Где бы ни находились именно на территории нашей республики, вы можете везде, именно единым читательским билетом, пользоваться во всей библиотеке Казахстана. Отцифровывают свои библиотеки сегодня практически все более-менее крупные высшие учебные заведения. Цифра пришла, к примеру, в книгохранилище Казахского аграрного университета. В режиме реального времени там можно заказать нужное издание. Мы работаем по своей автоматизированной системе. Если раньше читатель заказывал это все вручную, заказывали через электронный каталог, искали в бумажном виде, то, естественно, сейчас все наши заказы оформляются в электронном каталоге. И заказ мы уже видим на экране монитора нашего компьютера. Все это определяется, все это можно промониторить в течение нескольких минут. Заказы поступают у нас в большом количестве. И сразу, когда мы смотрим на наш монитор, он сразу отображает. Заказы бывают 25-30-100 в день до 500 заказов. От 100 до 700 заказов бывает. И вы понимаете, если это было бы все в бумажном варианте, насколько это было бы тяжело и можно было бы упустить что-то. А тут, естественно, у нас все сразу на мониторе изображается. Масштабная работа по оцифровке в республике не останавливается. В цифровой формат в стране переводят и старинные издания, и труды наших с вами современников. Чтобы и наши потомки могли узнать о наших мыслях, маленьких трагедиях и больших победах. А пока безжалостное время не стерло и эти фрагменты, программа «Цифровой Казахстан» тоже продолжит их тщательную систематизацию. Ну и, безусловно, продолжит вам рассказывать обо всех новинках цифрового мира.